Вот они ниточки натянули. Да, это было раскопано в субботу вечером. Село Власиха, Мамонтово, 60. Это место – будущий остановочный павильон. По всей улице проводят благоустройство тротуара. Однако жительница дома Нина Дрожжина возмущена таким благоустройством прямо под ее окнами. В смысле остановка? Как остановка-то? Тут никакого кармана не сделать. У меня под самый дом вырыли, два метра от дома буквально. Сейчас дожди, сейчас все это поедет. Да и по всем снипам оно просто не подходит. Минималка по снипам – пять метров. Женщина живет в этом доме с конца 70-х. Мне сказали, ну мы приостановим эту стройку до разбирательства. Хорошо, через час подъезжают в бетонный мешалка и пытаются сюда высыпать. Я просто наглым образом, может быть не наглым, встала и не пустила. Жители улицы подчеркивают, на месте старой остановки был карман для транспорта, теперь там клумба и ряд других проблем. Здесь почта, то есть здесь всегда должна была быть парковка. Вот сейчас они сделали вот эту клумбу карман. Вот для чего? То есть сейчас люди не могут здесь толком парковаться. Это одна, минимум две машины могут здесь встать. Следующие машины паркуются за почтой, то есть у нас дом за почтой находится, они все стоят там. Все эти мотоциклисты, все эти машины, КамАЗы, вот эти эвакуаторы большие, ну то есть все большие машины останавливаются возле нас. То есть это пыль, это шум, это грязь. Кроме того, подъезды ко многим домам не оборудовали заниженным бордюрным камнем. У меня не заехать, у меня здесь канализация. На данный момент у меня печное отопление, мне надо завязать топливо. Я сейчас не могу, у меня были заказаны дрова, я сейчас их просто вывезти не могу. В сентябре все дорожает. Ну видите, да, какая высота просто. Также у соседей, но они, конечно, насыпали, но это же все развалится. Анна Кашуркина, жена мобилизованного, попала в аналогичную ситуацию. Напротив ворот поставили остановочный павильон. Теперь, по ее мнению, ни спецслужбы, ни осенизаторская машина не смогут подъехать к ее дому. Как вот сюда заедет просто большая машина, я не представляю. Ладно, сейчас лето, мы через соседей ездим. Либо через садовый центр. Зимой я не представляю, как это все чистить, ни одной. Женщина обращалась в различные инстанции. Комитет по дорожному хозяйству, благоустройству и транспорту сообщил следующее. Для обеспечения доступа к дому номер 140 по улице Мамонтово в селе Власиха в рамках ремонта улицы планируется выполнить занижение колодца, перенос кармана под остановочный павильон, отсыпка с колом подъезда к земельному участку. Такой ответ пришел Ане 31 июля текущего года. Во время подготовки материала, как нам сообщили жители, подрядчик все же установил остановочный павильон. Прокуратура индустриального района в действиях комитета нарушений не нашла. В ходе визуального осмотра установлено, что в настоящее время проезд к домовладениям обеспечен. Ранее на данном участке все существующие остановки не отвечали требованиям безопасности. По расположению, геометрическим параметрам для обеспечения безопасности дорожного движения и снижения аварийности проектом принято решение по устройству остановок заездными карманами. Добавим, что все работы планируют завершить к концу сентября. Юлия Щепина, Дмитрий Денисов. День с толком.